Всем привет! Спонсорами данного ролика становятся Егор, Андрей, Евгений, Станислав Фист и Салман. Я вам очень благодарен за поддержку канала. Отдельное спасибо хотелось бы сказать Алексею Земскову за то, что посоветовал мой канал своей огромной аудитории и его сотрудникам, которые попросили его об этом. Попросите еще раз. А сейчас перейдем к книге. Книга 58. Деньги делают деньги. Автор Дмитрий Лебедев. Глава 1. Человек-белка. У многих людей жизнь представляет собой череду монотонных событий. Работа, семья, кредиты, ипотека и снова работа. Из-за всего этого набора обязательств они не могут остановиться и передохнуть, так как времени и денег и так катастрофически не хватает. И с годами у каждого такого человека, который крутится как белка в колесе, появляется страх. Неужели это будет продолжаться до самой смерти? Ведь некоторые и на пенсии продолжают работать. Или, если меня уволят, как я буду расплачиваться с кредитом и ипотекой? И чтобы выбраться из этого круговорота, вам необходимо научиться финансовой грамотности. А именно, как сохранить и приумножить заработанное, а затем выйти на хороший пассивный доход. И данная книга охватывает все это в условиях российских реалий. Люди с мышлением белки в колесе живут по ошибочным представлениям. Одновременно они гонятся и за деньгами, и за статусом. И сколько бы денег они не зарабатывали, они тратят их на навязанные обществом товары. Автомобили, брендовую одежду или развлечения на модных курортах. Они думают, что если у них не будет все самое лучшее, то их перестанут уважать. И порой запросы у них не поспевают за их заработком, и они начинают набирать кредиты, залезая в долговую кабалу. После чего начинается бег в колесе до самой пенсии. Другие просто не хотят развиваться. Они мечтают о такой работе, где можно сидеть и деградировать, получая каждый месяц неплохую зарплату. Но из этого тоже обычно ничего хорошего не получается. Порой человек-белка попадает в ловушку, когда при достижении определенного дохода или положения, он останавливается в своем росте и развитии. Ему кажется, что у него вполне приличный заработок. И дальше нагружать себя или учиться чему-то новому не стоит. Но это только иллюзия. Мир находится в непрерывном движении. И со временем доходы у такого человека постепенно начнут падать, а количество клиентов уменьшатся. Он больше не сможет поддерживать приличный уровень жизни. И придется либо сокращать расходы и жить скромнее, либо изменить свое поведение и снова начать шевелиться. Человеку-белке нельзя останавливаться. Он вынужден бесконечно крутиться в колесе. И ему нужно бежать со всех ног, только чтобы оставаться на месте. Люди в России не откладывают сбережений, надеясь на русский авось. Но когда силы иссякнут, будет уже поздно создавать капитал, чтобы обеспечить себе достойную пенсию. А европейцы заботятся о своей пенсии на протяжении всей жизни, как правило, ежемесячно делая отчисления в частные пенсионные фонды. И к старости у них формируется неплохой пенсионный капитал, на которой они живут всю оставшуюся жизнь. Глава 2. Пассивные активы. Для начала вам необходимо знать, чем отличаются активы от пассивов. Актив – это то, что приносит вам доход. Пассив – это то, что забирает деньги, время и силы. И вам нужно всю жизнь наращивать активы и избавляться от пассивов. К активам можно отнести, во-первых, недвижимость, которую вы покупаете, чтобы сдать в аренду, и через какое-то время перепродать по более высокой стоимости. Но если вы покупаете дом, чтобы в нем жить самому, это уже пассив, так как он не приносит вам никаких денег, а только забирает, то есть вы платите за коммуналку и его обслуживание. Во-вторых, ценные бумаги. Это могут быть как вложения в казначейские бумаги стабильных государств, так и инвестиции в стартапы. И в-третьих, банковские депозиты, которые приносят небольшой доход. К пассивам же помимо своего дома, можно отнести автомобиль или телефон. Поэтому для начала нужно сесть и проанализировать все свои активы и пассивы. И либо найти путь, превратить пассивы в активы, либо избавиться от них. Например, если у вас есть квартира, которая стоит без дела уже долгое время, то нужно уже решиться продать ее или найти съемщиков, а полученные деньги вложить в активы. Даже если вы не можете продать квартиру за ту же сумму, за которую вы ее покупали, то продавайте за меньшую сумму, так как, во-первых, вы отдадите приличные деньги за ее обслуживание, пока ищите покупателя. А во-вторых, вы недополучите тот доход, который вы могли бы получить, если бы вложили деньги с проданной квартиры на депозит или в ценные бумаги. Подробнее о каждом активе будет далее в видео. Или, например, купив драгоценности в ювелирном магазине, вы никогда не сможете продать их за те же деньги. Поэтому это невыгодные вложения, а пустая трата денег. Продайте все лишние украшения и приобретите реальные активы. Помните, свободный человек никогда не гонится за предметами роскоши. Он ищет активы, а дорогие вещи покупает в последнюю очередь. То есть только тогда, когда активы значительно превышают пассивы. Глава третья. Ваш бизнес – это создание активов. Если вы ограничитесь работой по найму, даже если работаете в крупных организациях, вряд ли вы достигнете финансовой свободы. Небольшой бизнес способен открыть каждый. Главное – преодолеть внутреннее сопротивление и начать. В книге приведено много примеров, когда люди открывали свое дело с минимальными вложениями и через несколько лет получали уже солидные суммы. Главное – это желание и упорство. При этом не обязательно сразу бросать свою основную работу. Занимайтесь этим параллельно, и со временем ваш бизнес может стать более привлекательным и доходным, чем работа. Главное, что вам нужно сделать прямо сейчас, это стать противником общества потребления. Вы сами можете не замечать, как деньги улетают на ненужные на самом деле вам товары. Например, игры, которые вы покупаете на распродажах, но так и не запускаете. Или очередные чайные сервизы, которые всю жизнь стоят в серванте. Или всякие попрякушки. Недаром один из финансовых экспертов сказал, что если вы откажетесь от привычки пить кофе по дороге на работу, то к пенсии накопите более 200 тысяч долларов. Глава четвертая. Все в твоих руках, даже если их нет. Изменить свою жизнь может каждый, и в любом возрасте. Необходимо только придерживаться нескольких правил. Во-первых, за какую бы работу вы ни брались, выкладывайтесь на 110%. Старайтесь сделать как можно больше, только так вы сможете обойти других. Вследствие чего начнете зарабатывать больше, получать бонусы и премии, а также выгодные предложения и прибыльные проекты. Если вы сделали всю свою работу и у вас осталось свободное время, подойдите к своему шефу и попросите вас чем-нибудь занять. Во-вторых, нужно любить то, чем ты занимаешься, и каждый день совершенствоваться в этом. А деньги придут как результат вашего труда. Например, знакомый автора врач-хирург стал довольно популярным благодаря тому, что он все время посвящает своей профессии. Он проводит огромное количество операций, заботится о пациентах и повышает свою квалификацию. И даже несмотря на то, что он уже известен и финансово обеспечен, он продолжает искать новые методы и технологии лечения, что делает его еще более востребованным. В-третьих, если вам не нравится ваша работа, то не стоит бояться сменить карьеру. Также небольшими шагами после работы начинайте вникать в новую сферу, в которую вы хотите перейти. Ведь давно известно, что лучшими становятся только тогда, когда занимаются любимым делом. В-четвертых, используйте кредит только для того, чтобы приобрести хороший актив, который принесет большой доход. Например, если вложив в новостройку свои 5 миллионов рублей, при завершении строительства вы сможете продать эту квартиру за 6 миллионов, то в этом случае есть смысл взять кредит под 10% годовых еще на одну квартиру. В итоге вы купите две квартиры в новостройке за 10 миллионов, а затем продадите их за 12 миллионов, после чего заплатите банку 500 тысяч за кредит и останетесь в неплохом плюсе. Именно для этого и нужен кредит, а не для покупки нового айфона или телевизора. Ну и в-пятых, не забывайте инвестировать в свое развитие и совершенствование своих навыков. Глава пятая. Вложение в бизнес – это лучший способ растаться с деньгами. Объектов инвестиций всего 4. Первый – это вложение в бизнес. Второй – депозиты в банках. Третий – фондовый рынок. И четвертый – недвижимость. У каждого из этих активов есть свои плюсы и минусы. И вам нужно хранить деньги в разных видах активов, чтобы потери в одном компенсировались ростом в другом. Пассивный доход – это когда вы сидите ничего не делая, а деньги сами поступают на счет. Такое возможно только в двух случаях – банковского депозита и некоторых видов надежных ценных бумаг. Но это самый низкий доход из всех возможных. А доход от бизнеса и недвижимости неправильно назвать пассивным, так как бизнес вы можете потерять, или он перестанет приносить вам прибыль. Овладение несколькими объектами недвижимости требует постоянного решения возникающих проблем. Если же вы будете доверять это третьим лицам, то можете лишиться этого еще быстрее. При этом не вздумайте вложить деньги в бизнес вашего друга, даже если вы ему безгранично доверяете. Когда у него наступят проблемы, вы как кредитор окажетесь в конце очереди. Сперва ему нужно обеспечить себя и свою семью, рассчитаться с банком, оплатить счета подрядчиков и заплатить работникам, а затем, возможно, отдать оставшиеся вам. Глава 6. Банкиры – это воры? Вы, конечно, можете хранить деньги на депозите в банке, но при этом будете получать небольшой доход. Особенно на сегодняшний день, когда процентная ставка упала практически до дна. И порой инфляция может даже превышать то, что вы зарабатываете. Также не стоит забывать и о девальвации рубля. Еще банки имеют свойство банкротиться. В этом случае вам вернут только сумму, которая не превышает 1,4 миллиона рублей. Остальное вы потеряете. Поэтому лучше держать деньги в нескольких банках. Но есть и плюсы. Если вы храните свои сбережения в надежном банке, вы сможете в любой момент распоряжаться этими деньгами. Поэтому храните там только тот необходимый минимум, который поможет вам в случае какого-либо форс-мажора. Обычно оставляют такую сумму, на которой вы сможете прожить от 6 до 12 месяцев. То есть, если вы можете прожить на 20 тысяч рублей в месяц, то на депозите должно лежать от 120 до 240 тысяч рублей. Остальные сбережения храните в других активах. Некоторые люди хранят свои сбережения в банковских ячейках. Только они наверняка не знают, что банк не несет ответственности за их сохранность. И порой клиент, открыв ячейку, обнаруживает, что она пустая. Глава 7. Ценность бумаг. Если вы хотите вкладывать свои деньги в ценные бумаги, то сперва вам нужно подробно изучить все, что есть на рынке. Тщательно проверяйте каждую компанию и не доверяйте мнению других. Дилетантам в этой сфере не место. Алексей Соловьев, основатель компании Partners, предлагает для инвесторов с капиталом от 50 до 100 тысяч рублей разделить портфель на 2-3 части. Первая категория – это облигации среднего уровня риска. Это надежные облигации муниципальных образований и компаний с государственным участием. Самые надежные – это облигации федерального займа. Гарантом по ним является государство. Но доходность здесь самая низкая и составляет от 3 до 6% в год. Вторая категория – это акции голубых фишек. То есть акции надежных компаний, пользующихся наибольшим спросом. В России – это Сбербанк, Газпром или, например, Лукоил. А инвесторы с капиталом 1 миллион рублей, помимо акций и облигаций российских компаний, могут начать покупать иностранные ценные бумаги. Также вы можете попробовать какой-нибудь один высокорисковый инструмент. Например, вложиться в компанию, которая только намеревается в ближайшее время привлечь инвесторов. Или купить облигации компании, которую независимые оценщики котируют очень низко, но в которую вы почему-то верите. И может случиться одно из двух. Либо компания выстрелит, и вы заработаете хорошие деньги. Либо облигация обесценится, и вы потеряете свои вложения. И если вы начинаете инвестировать, то старайтесь откладывать каждый месяц определенную сумму, благодаря чему ваши сбережения будут непрерывно расти. Например, если ваш первоначальный взнос составляет 200 тысяч рублей, и ежемесячно вы вкладываете по 20 тысяч, и все это по 10% годовых, то через 30 лет на вашем счету будет почти 50 миллионов рублей. Все это благодаря сложному проценту. В долгосрочной перспективе фондовый рынок растет и будет расти, поэтому всегда планируйте свои вложения на срок от 10 лет. Глава 8. Недвижимость. Плюсы данного актива вполне очевидны. Во-первых, что бы ни происходило на рынке с ценами, недвижимость никуда не денется. При этом недвижимость более надежна, чем банковские вклады. И при необходимости ее можно использовать для собственных нужд. Во-вторых, цены на недвижимость всегда растут. И это хорошая прибавка к постоянному доходу от сдачи в аренду. В-третьих, понятное безрисковое налогообложение и его администрирование. Если вы ИП, то вам нужно лишь заплатить 6% от суммы дохода. В-четвертых, возможность кредитоваться под этот актив. Как говорилось ранее, вы можете купить не одну, а две квартиры на этапе котлована, а затем продать их по более выгодной цене. В-пятых, от себя хочу добавить, что более выгодные предложения на недвижимость вы можете найти на сайтах банкротств. Но есть много минусов. Во-первых, низкая ликвидность. Вы не сможете быстро превратить недвижимость в деньги или обменять на другой актив. Во-вторых, риск от потери. Вы можете потерять свою недвижимость в результате пожара или рейдерского захвата. В-третьих, постоянные расходы на коммунальные платежи и налоги, которые постоянно растут. В-четвертых, сложность управления. Передавая кому-то управление, вы рискуете, поэтому большинство занимается этим сами. И даже если вы наймете какого-либо человека, то будьте готовы отдать ему 20% от дохода. К тому же недвижимость со временем ветшает и требует ремонта. В-пятых, относительно небольшая доходность от сдачи в аренду. От 3 до 10% годовых в зависимости от типа недвижимости. Эффективность можно увеличить, если сдавать ее посуточно. Но не каждый объект для этого подходит. В этом случае доходность может достигать 12-14%. В-шестых, относительно высокие проценты по ипотеке и кредиту. В-седьмых, неутешительные перспективы российского рынка недвижимости из-за мировой экономики. В-восьмых, в случае если арендатор съедет, вам может потребоваться достаточно много времени, чтобы найти нового. При этом вы можете зарабатывать не только на аренде, но и, например, реконструировать старые здания. Делать в квартирах уникальный дизайн под ключ и перепродавать. Или покупать перспективные участки земли, строить на них дома и затем продавать. Но вы должны быть крайне осторожны. Самая серьезная опасность – это обман или банкротство застройщика. Только в 2019 году в реестре обманутых дольщиков было около 39 тысяч человек. Глава 9. Что стоит за этим словом? Или жаргон инвестора. Доход – это денежные средства, полученные за определенный промежуток времени. Его часто путают с поступлением средств. Например, в сентябре на счет поступил 1 миллион рублей. Оплата аренды за 5 месяцев. Значит, доход составляет 200 тысяч рублей, а поступление – 1 миллион. То есть, если вы укажете, что у вас доход 1 миллион рублей, то вскоре обнаружите, что деятельность вроде прибыльна, а денег почему-то нет. С дохода вы должны понести некоторые расходы. И разница между доходами и расходами за одинаковый промежуток времени называется прибылью. Например, при сдаче квартиры в аренду вы должны заплатить 6% налога со своего дохода. И оставшиеся деньги будут вашей прибылью. Доходность – это отношение величины дохода к сумме первоначальных вложений. Например, если вы положили в банк миллион рублей, а в конце года вам вернули миллион сто, то доходность составляет 10%. Но будьте осторожны. Если вам предлагают недвижимость с доходностью 6% годовых, вам нужно уточнить, они говорят об ожидаемой доходности или о сумме, которая вам будет выплачиваться ежеквартально. Или это сумма до вычета всех расходов, или нет. А то может получиться так, что если вы купите офис за 10 миллионов рублей и получите 600 тысяч арендных платежей, что составляет 6%, но из этих 600 тысяч вам нужно будет заплатить 200 тысяч на коммунальные платежи, управления и налоги, то в итоге ваша доходность будет составлять не 6%, а 4%. Возврат инвестиций – это через сколько лет к вам вернется сумма ваших вложений. Например, вы купили квартиру за 2 миллиона рублей. В год от сдачи в аренду вы получаете 100 тысяч рублей. Значит, срок возврата равен 20 годам. Ликвидность – это свойство активов быть быстро проданными по цене близкой к рыночной. Чем выше ликвидность актива, тем быстрее его можно продать. Самое ликвидное предложение – это банковский депозит, так как вы можете в любое время снять деньги. Недвижимость же вам будет сложно продать быстро. Волатильность – это показатель, характеризующий изменчивость цены на актив. То есть при высокой волатильности цена скачет часто и с большой амплитудой. При низкой цена близка к стабильной. Некоторые люди зарабатывают на этом. Они покупают активы при падении их стоимости и продают при их росте. Диверсификация рисков – это когда вы не храните все яйца в одной корзине. То есть распределяете активы по разным видам вложений. Благодаря чему, если стоимость одних активов впадет, другие вложения будут держать вас на плаву. Капитализация – это рост стоимости самих активов. Например, стоимость недвижимости и ценных бумаг с течением времени постоянно растет, а стоимость депозитов банки не меняется. Глава 10. У русских особенные риски. Представим, что вы за несколько лет накопили 12 миллионов рублей. В России есть организация «Росфинмониторинг», под чей контроль попадают все наши денежные операции. Многие организации обязаны сообщить ей обо всех платежах, превышающих 600 тысяч рублей. И может случиться так, что когда вы захотите потратить свои деньги на покупку дома, вы и попадете под проверку этой организации. И вам нужно будет доказать, откуда у вас такие деньги, предоставив, например, договор о продаже машины, выписке зарплатной карты и т.д. Или если вы хотите внести на свой счет сразу крупную сумму, то вас также могут попросить рассказать, откуда у вас эти деньги. И банки, опасаясь проблем с финмониторингом, могут заблокировать ваш счет. Поэтому озаботьтесь подтверждением источников ваших средств как можно раньше, чтобы в будущем у вас не было проблем с этим. Чтобы не попасть под подозрения, вам нужно придерживаться следующих правил. Во-первых, отказаться от регулярного снятия со счета сумм от 600 тысяч рублей. И вообще, как можно реже снимать наличные. А лучше перейти на безнал везде, где только возможно. Во-вторых, не снимать деньги в день их прихода на счет. Лучше подождите несколько дней и снимайте частями. В-третьих, откажитесь от расходов на непонятные для банка цели. Например, если вы переводите деньги со своего счета ИП на личный счет родственника, то пишите назначение платежа. Например, на потребительские нужды. В-четвертых, всегда отвечайте на сообщения, звонки или письма банка. В книге вы найдете еще несколько советов, чтобы избежать неприятностей. В будущем хотят отслеживать все платежи независимо от суммы. Поэтому готовьтесь выходить из тени, регистрировать себя в качестве ИП или самозанятого и платить налоги. Глава 11. От пенсии не спрятаться, не скрыться. Вы всегда должны быть готовы к тому, что государственная пенсионная система с годами станет работать только хуже. Пенсионный возраст уже увеличился, и не факт, что не увеличится еще раз через год или два. Поэтому только сам человек способен позаботиться о своем будущем. Откладывать на пенсию необходимо не менее 10% от постоянного заработка. И автор рекомендует хранить накопление в недвижимости и ценных бумагах в пропорции 80 на 20, получая от этого постоянный доход. Пенсионные фонды и страховые компании имеют максимальную надежность, так как им не разрешают вкладывать ваши деньги в рискованные активы. И чтобы получать пожизненную пенсию в 50 тысяч рублей, мужчине 25 лет необходимо ежегодно вносить около 113 тысяч рублей. Женщине около 186 тысяч рублей. Мужчине 35 лет 176 тысяч рублей, а женщине 305 тысяч. А мужчине в 45 лет необходимо откладывать уже 312 тысяч рублей, женщине же 587 тысяч. Это обусловлено тем, что женщины раньше выходят на пенсию, и продолжительность жизни у них больше. Поэтому не тяните до последнего, а начинайте откладывать прямо сейчас. В книге вы также найдете довольно много личных рассказов автора о его друзьях и знакомых, которые отлично дополняют основную информацию. Также я затронул только то, что может быть полезно широкой аудитории. В книге же вы можете узнать, например, какие неприятности тебя ожидают, если ты откроешь счет за рубежом, и что вообще для этого нужно иметь и сделать. И к каждой теме приведено намного больше примеров. Поэтому, если тебе понравилось, приобретай и читай книгу полностью. На этом книга подошла к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик и оставляй в комментариях свое мнение о данной книге. Пока! Пока!